Привет, друзья! С вами Олег Шпагин, школа программирования Вайспад. Сегодня у нас с вами урок для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по информатике. И мы с вами разберем, как перевести число из шестнадцатеричной системы счисления в десятичную систему счисления. Не забываем подписаться на наш канал и ставить лайки. Итак, давайте приступим. Переключимся на рабочий стол. И смотрите, здесь у меня заданы два числа, для того, чтобы мы могли их перевести из шестнадцатеричной системы счисления в десятичную систему счисления. Первое число DF87, заданное в шестнадцатеричной системе счисления. И число AB0, тоже в шестнадцатеричной системе счисления. И мы должны их перевести с вами в десятичную систему счисления. Первое, что мы должны с вами понять, что основанием шестнадцатеричной системы счисления это число 16. То есть число 16 это основание шестнадцатеричной системы счисления. Логично предположить, что для десятичной системы счисления основание будет являться десятка. Итак, для того, чтобы перевести нам число шестнадцатеричной системы счисления в десятичную систему счисления, нам необходимо это число привести к виду суммы произведений степеней основания шестнадцатеричной системы счисления на соответствующие цифры в разрядах шестнадцатеричного числа. Смотрите, у нас с вами, возьмем первое число, есть цифры d, f, 8 и 7. Вот эти числа мы взяли. Помним, что это сумма произведений. То есть везде здесь у нас с вами стоит знак плюса. Так, поставили плюсы. Дальше. Степеней основания шестнадцатеричной системы счисления. Основание шестнадцатеричной системы счисления это будет 16. Умножаем везде на 16. Каждое это число умножаем на 16. Так и запишем. Так, умножаем на 16. И смотрите, степеней разряда шестнадцатеричного числа. То есть каждое вот это число 16 должно быть возведено в степень числа. Степень считается справа налево. Нулевая. Ну все начинается с нуля. Первая, вторая, третья. То есть вот здесь вот степень третья. Так и запишем. Давайте сразу поставим ее в степень. Скопируем. Ставим сюда. f будет находиться на третьем месте. 0, 1, 2. Во второй степени. Так, хорошо. Восьмерка. Вот здесь 0, 1 в степени 1. Отлично. Давайте лишнее уберем. И 16, последнее, находится на первом месте. Это нулевой разряд. То есть в нулевой степени. Хорошо. Только что мы с вами разложили наше число в шестнадцатеричной системе на сумму произведений этих чисел на основании системы счисления, возведенной в степень разряда этого числа. Теперь нам только с вами остается посчитать это выражение. Смотрите, D в шестнадцатеричной системе, давайте посчитаем, A это 10, B это 11, C это 12, D это 13, A, B, C, D. То есть 13 умножаем на 16 в степени 3. Так, сразу вот так запишем. Плюс F, F это у нас с вами 15. Пишем 15 умноженное на 16 в квадрате. Так и запишем. Давайте все выражение выделим и сразу сюда запишем, чтобы нам удобнее было редактировать. 16 в первой степени это просто 16, а 16 в нулевой, ну, это единичка. Равняется. Давайте воспользуемся калькулятором, потому что это будет проще. Windows R, Calc, Enter. Запускается калькулятор. Пишем 16 умножить на 16. Три раза. 4096. И умножаем на 13. Получается 53248. Ctrl-C, Ctrl-V. Вставляем первое число. Плюс. Пишем. 16 в квадрате. 256. А это число умножается на 15. 3, 840. Копируем. Вставляем. Плюс. 16 на 8. Пишем 16 умножаем на 8. 128. Так, секунду. Ctrl-C, Ctrl-V. Плюс. 7 на 1. Семерка. Отлично. Равняется. Смотрите. Мы можем выделить эти числа. Вот так вот со знаком равняется. Скопировать в память. И в калькулятор вставить Ctrl-V. И он посчитает сумму 57223. Такой небольшой лайфхак. Вставляем эту сумму сюда. И это у нас в десятичной системе счисления. Главное. И берем основание системы. Теперь давайте проверим, что действительно мы с вами правильно перевели из шестнадцатиричной системы счисления в десятичную систему счисления. Пишем вот это число в нашем калькуляторе. Смотрите. Режим программист. Пишем число в шестнадцатиричной системе счисления. Для этого нажимаем вот сюда на Next. Пишем DF87. И обращаем внимание вот на это число DEC. Десятичная система счисления. 57223. То есть мы с вами правильно посчитали. Отлично. Давайте закрепим наш материал. И возьмем с вами и посчитаем вот это число, которое находится в шестнадцатиричной системе счисления. Еще раз. Пишем. А. Б. Пишем числа этой системы. 0. Дальше. Это сумма произведений. То есть везде здесь у нас с вами стоит плюс. Сами везде плюс. Произведений. Степеней основания шестнадцатиричной системы счисления. Основание у нас с вами 16. Давайте мы это скопируем. И основание в степени разряда этого числа. 0, 1, 2. То есть здесь у нас с вами во второй степени. Так. Хорошо. Следующее число. Б. Также умножается на основание шестнадцатиричной системы счисления на 16 и в степени разряда 0, 1. То есть на 16. Плюс 0 умножается на 16 в нулевой степени. Так как мы умножаем на 0, то получается 0, да? Хорошо. Теперь считаем. А. Это у нас с вами 10. Умножается на 16 в квадрате. 16 в квадрате это будет 256. Поэтому сразу давайте напишем 100, 256. Плюс B. Это у нас с вами 11. 11 умножаем на 16. Плюс 0. Равняется. 10 на 256 получается 2560. Плюс 16 на 11. Воспользуемся калькулятором. Выбираем десятичную систему счисления. 16 умножаем на 11. 176. 176. Плюс 0. Ну 0 можем уже не писать. Равняется. 176. Плюс 2560. 2736. Наш ответ. 2736 в десятичной системе счисления. Главное. И ставим индекс. Отлично. Теперь давайте проверим, что мы с вами правильно посчитали. Идем в калькулятор. Пишем. Выбираем сначала шестеричную систему счисления. И пишем AB0. Смотрите. У нас это число сразу из десятичной превратилось в AB0. То есть мы правильно с вами написали. Ну для проверки вы можете написать AB0. И посмотреть вот сюда на результат десятичной системы счисления. 2736. То есть мы с вами правильно посчитали перевод числа из шестеричной системы счисления в десятичную систему счисления. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал в YouTube. Ставьте лайки. Комментируйте. Задавайте вопросы. Всем удачи на экзаменах. Спасибо.